Всем привет! Это видео для тех, кто верит в чудеса. Когда мне сказали, что в мире нет чудес, я чуть со своего единорога не упала. Это видео также для тех, кто написал мне кучу комментариев, ой, невозможно победить нарцисса, он такой сильный, нахрена вы ему эту силу дали, вообще непонятно. Ну, поговорим про вашу силу, про то, что вы гораздо больше, чем есть. Для тех, кто верит в чудеса, если вы в них не верите, можете это видео не смотреть. Так, дорогие мои верующие и неверующие, во-первых, не ждите чуда, чудите сами, творите сами. Та печальная правда, которая мало кому нравится, что большинство чудес мы на самом деле создаем сами. О, что-то невозможное, на что требуется гораздо больше времени, достижение в спорте, в любом творчестве. Талант – это всего лишь один процент, говорил мой преподаватель. 99% – это на самом деле наш труд. Когда вы поймете, что чудеса делаются только нашими руками, а то, что невозможно, но это классно, это некий вызов, то тогда вы и будете сами контролировать свою жизнь, управлять своей жизнью и жить так, как вы хотите. И никакие, нахрен нарциссы. Психопаты и абьюзеры близко к вам не подойдут, потому что на самом деле именно с чудо, с веры, с волшебства и начинается путь нашей внутренней трансформации, нашего внутреннего преображения. Это та суперсила. Мы поговорим, где же взять эту силу. Ну, вспомните своего любимого героя. В детстве, в сказке, в книжке, фэнтези, кто там феи, ангелы, эльфы, воины. Это может быть человек и из реальной жизни, который в вашей жизни сделал какие-то чудеса. И почувствуйте его силу, почувствуйте его энергию, как она поможет вам справиться с нарциссом, с психопатом, с любого рода фантастической тварью. Это фантазируйте на полную катушку, включите внутреннего ребенка. Это доступ к душе, к огромным резервам. Я хочу вам напомнить, что каждый из вас это гораздо большее, чем просто тело. В каждом из нас скрыта огромная сила, даже коучинг, даже психотерапия. Многие религиозные учения духовные именно об этом говорят. Но почему же львиные доля комментариев кричат, что нарцисса невозможно победить? Да с ним и бороться не надо, войдя в свою персональную силу. Нафига вы наделяете нарцисса какой-то силой. Понимается, что это всего лишь ваше негативное убеждение. Зачем вы даете силу этой тьме? Любое светлое существо, даже Фродо маленький, побеждает властелина тьмы чистым сердцем. Герда в Снежной Королеве побеждает Снежную Королеву, спасая Кая. А Снежная Королева это вообще-то огромное порождение зла. Нарциссиха конкретная. И что ей сказала мудрая Лаплантка Герда? Нет силы больше, чем сила преданного огненного сердца, которое горит. Вот такое маленькое создание с боевым сердцем. Вот у меня есть кошка, самое младшее создание в моей стае Мейн-кун. Вот это маленькое создание лупит вот эту и Кобеля, который в два раза здоровее видели видео на канале, не дает им подойти к своей миске с водой. Вот так маленькая сила может победить большую, потому что важна не физическая сила с нарциссом и с психопатом. Важен дух, ваша огненная энергия, ваша суперсила. Это если угодно звон божественной энергии вас. Станьте проводником, по которой будет течь вся сила Вселенной. Это кристальные люди, ассертивные. Но если вы не верите, но вы находитесь в ограничении, вы сами ограничения ставите. Что вам выгодно не верить? У нас на психваке был анекдот. Значит идет психолог, такой неофит, который там всех спасает. Раньше тоже такая была. Идет мимо болота. А в болоте буль-буль-буль, а там кто-то тонет, барахтается. Да, о, надо спасти, подумал психолог. Значит нырнул, вытащил какую-то хрень. О, рога упали, рог. Значит вытащил какую-то фигню. И та фигня начала психолог бить. Он говорит, ты зачем меня бьешь? Я же тебя спас. А зачем? Я ведь там живу, да? Понимаете? Если вам нравится жить в жертве, если вам нравится жить в токсичности, живите там, булькаете там. Ну а остальной разговор про тех, кто верит. Чудеса, как я, создает. Даже обгадившись, наверное, в самой трудной жизненной ситуации. Вот знаете, такая ситуация не просто жопа, а жопа такая с десятью ягодицами. Он все равно вылазит. Короче, не ждите чуда. Чудите сами. Поехали чудить. Значит, что нам дает защиту от нарцисса, где взять силу? Если ваша мамка нарциссиха или свекровь. Короче, поехала. Бывший нарц, начальник, токсоабьюзеры. Если вы, как и я, верите все самое доброе и светлое, хотите раскрыть эту шерсть, шерсть там, суперсилу. Значит, элементы сила. Сила супергероя. В моем курсе по суперсиле именно первое упражнение идет с этого. Дело в том, что с точки зрения научной психологии, моей любимой арт-терапии, коучинга, наш мозг любит то, что похоже на нас. Это проективные методики в арт-терапии. И выбирая любимого супергероя, вы именно внутри себя открываете те сокровища, которые есть у вас. Наверняка она вам помогала, вы об этом забыли. У каждого это своя сила. Кто-то воин, кто-то музыкант, кто-то оратор, кто-то шут, кто-то фея, кто-то вот волк, кто-то единорог. У каждого это своя, это может быть несколько, это элементы вашей силы. Дональд Трамп, кстати, представлял себя Бэтмена. Вообще, это исследование социальной психологии и тех, кто исследовал мозг успешных людей, бизнесменов. Есть такой концепт исследования, что повторив, да, это не только бизнесменов, там, спортсмены, врачи, музыканты, короче, успешных людей. И у них есть общая константа, общая такая, знаете, в психике, чем они отличаются. И взяв это на вооружение и внедрив, многие люди поменяли свою жизнь. У меня вот все получилось, у моих клиентов получилось. Получится ли у вас, только зависит от вас. Написать мне очередную раскакашку в комментариях, это невозможно. Нарциссу вот такое порождение тьмы. Или работать над собой, или отписаться с этого канала, если я взбисую. Да, пожалуйста, вы же свободные люди. Так вот, Дональд Трамп представлял Бэтмена. Многие спортсмены, музыканты, вообще люди, которые достигли успехов, они любили себя ассоциировать с какими-то героями. У кого-то это Д'Артаньян, у кого-то это Ведьмак, кстати, мой любимый, с момента, когда я гонялась в игрух. Короче, у кого-то из компьютерной игры. И действительно, где у вас внимание, фокус внимания, там и энергия. И фокусируясь на этом, подтягивается ваше тело, ваша психика, ваш ресурс на достижение. Игра, особенно при росте, да, будь то бизнес, карьера, спорт, творчество, игра и в то же время энергия вот этого светлого, ресурсного, фэнтезийного или реального персонажа. И мы на это настраиваемся, и мы это в себе взращиваем. То есть, если вы любите психологию, или вы психолог, мы взращиваем в себе эту ресурсную субличность, или мы ее прокачиваем. Скорее всего, мы просто ее, знаете, как вот так грани наносят на драгоценные камни. Это мы и делаем. Что мешает в нас этому проявиться? Повторюсь, в каждом из вас это есть. И как мы качаем ноги, попу, руки, фейс, фитнес, так мы можем качать свою психику. Это нейросети, нейропсихология, нейрофитнес, вернее, да, наши нейронные связи. И качать или не качать, это тоже, блин, ваш выбор. Вот. Значит, осознание – это половина успеха. Понять, что вы находитесь в отношениях, допустим, с нарциссом, или этот человек нарушенный с ним не работает, конфликтология обычно с ним не работает, общая психология. Психопат, нарцисс, человек нарушенный. Осознание – половина успеха. Пробудить свою силу, еще понять, к чему стремиться и поставить цель. То есть, чтобы защититься от матери нарцисса, от начальника нарцисса, от свекрови нарцисса, от абьюзера, нужно пробудить свою силу. А понять, какая она у вас, поможет вам. Но именно элементы сказочной такой вещи. Вообще есть направление сказкотерапии в психотерапии. Обожаю психотерапию, в ней есть все. В том числе и энимал-терапия, моя любимая энимал-терапия, ипотерапия, дельфинотерапия, собакотерапия. Ну да ладно, об этом в другом видео. Эта шерсть от нее летит. Значит, дальше, друзья мои, что мешает этой силе проявиться? Негативное убеждение «У меня не получится!» Или негативное убеждение «Нарцисс, он такой страшный!» «Нахрена вы им силу даете?» «Нафига?» «Ну на, на, забери». «Нафига вы им силу даете?» «Зачем?» «Не наделяете нарцисса той силой, которая нет». А такой, знаете, маленький, так, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Как ваш любимый герой? Ведьмак, фея, эльф, там кто еще у вас, да? У кого-то там Малефисент, помню, из клиентов была. Как отнесется? Какой-то там волшебный, там, волк, Семарк, единорог. Как он с нарциссом? Ну, даже нарцисса жалко, как с ним расправляются светлые герои. Вот. Дальше. Негативное убеждение «Я плохой, со мной что-то не так, я слабый». Это все перекодируется в психотерапии. Это всего лишь негативное убеждение. Когда-то вам вот этот блок в подсознание всунули. Ну, сначала сюда, а потом он ушел вглубь. И такая негативная конструкция, которая не дает двигаться по жизни. Вот эти негативные убеждения убираешь, и родник вашей жизни, вашей суперсилы светится, сияет на зло врагам, на радость всякому хорошему. Так, дальше. Перестаньте нарцису что-то доказывать. Он будет слышать только, что ему выгодно. Во-первых, это такой вариант вампиризма у нарцисса. Когда он выводит вас на то, чтобы вы на диалог выходили, что-то доказывали. Он хавает вашу энергию и выставляет вас в дураках. С ним невозможен диалог в разумном. С ним либо монолог, короче, либо с ним игнор. Он будет слышать, что ему выгодно. Не тратьте энергию, потому что нарцисс живет в своем выдуманном мире. Это тоже относится к блоку про осознание. Очень важно осознавать, нарушенный человек или просто, ну, как там анекдот, запись в карточке психиатра. Психических отклонений не обнаружена, точка, просто дурак. Так, значит, мы говорим, да, про защиту от нарцисса, где взять силу. Вот, следующий, ребят, психотравмы. Сейчас психология, психотерапия, наверное, достигла пика, ну, 20 лет назад это была бы моя мечта. Психотравмы. Когда болит, через психотравмы, грубо говоря, утекает ваш ресурс, ваши энергии, и психотравмы не дают вам раскрыться, быть собой. Ну, прикиньте, у меня спина болит, там, попа болит, нога болит, голова болит. Могу я ресурсно работать? Нет, то же самое, когда есть душевная такая боль, психотравма, лечит психотерапию, это чинит, там, словом или медикаментозно, в зависимости от того, да, на какой вы стадии. И, исцеляя психотравмы, у вас раскрывается суперсила. Не надо что-то там прям сверху себя изображать. В каждом дыхание жизни, дыхание духа, дыхание Бога, и вы выбираете. У вас будет божественная кристальная энергия, любви, добра, света, или темная, демоническая. Вот это незабвенная Фаина Раневская говорила. Есть, говорит, люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут глисты. Выбор за вами. Значит, психотравмы прокачиваем, чтобы получить доступ к своей силе. То есть, понимаете, вот то, что у нас болит, фаонит отбирает нашу силу. И бывает, когда человек приходит в терапию, у него куча вопросов. Я говорю, давай, мы сейчас тебе эту боль уберем. Боль, страхи, обиды, ну, я сейчас скажу, что мешает. И потом ты, ну, мне эти вопросы задаешь, он потом их не задает. Потому что, допустим, ну, там месяца два он позанимался, он возвращается к себе, к своей суперсиле, понимаете? И там все понятно. У него любовь, мир, радость, гармония. Блин, это классно вообще. Так, следующий. Нарцисс бьет по слабым местам. То есть, помните, как их можно использовать, как бесплатную диагностику. Рвется там, где тонко. Где пробивает нарцисс страхи, обиды, я плохое, негативные самоопределения. По гордыне, они сшибают очень хорошо. Еще это прям был тренд среди моих клиентов. У меня такая же хрень была. Запрет на жизнь от родителей. Глубоко, бессознательно. Ты не имеешь права быть, ты не имеешь права выражаться. Это несчастная, травмированная мать часто передает бессознательно ребенку. Выцепляется очень так, как корень в терапии. При доверии, при индивидуалке это обычно идет. Это должно быть доверие с терапевтом. Вот, убираешь все. Все, это знаете, как вот родник вашей жизни, ваша душа была загрязнена. Вот, допустим, приходишь за город, да, там засрали свалка. Начинаешь мусор убирать, грязь вычищать, травку садишь. И опа, забил родник. А там был родник. Вот так и большинство из вас. У вас эта сила-то есть. Ее просто когда-то запачкали социальными программами, зомбированием, травмы детско-родительские, да. Вот, поэтому рвется там, где тонко. Нарцисс бьет по слабым местам. Ну окей, давайте покачаем. То есть все зависит от того, как вы к этому относитесь. Дальше, значит, убрать из души камни блоки травмы. И забьет свет, забьет, да, как убрать мусор, и речка потекла, засияет. Вот мои любимые моменты, значит, с фильмов, да, про звезду. Когда вот засияло, и ведьмы так, пах, хорошо, пак, и они лопаются. Кстати, это очень много таких моментов. Вспомните, напишите любимые фильмы, сказки, где засиял свет. Различного рода, там, святость, старец, ангел, там, кто еще. Ну мне-то свои архи, эти, в голову лезут. Вы мне свои напишите. Единорог там пришел, долбанул. Белый волк, ну кого че болит, да, у кого че, кому че нравится. Короче, напишите. И тьма эта вся отлетает. Че вы этих нарциссов боитесь, я не знаю. На определенном этапе они вас должны бояться. Да ладно, ладно, девочка, не бойся. Все, собаку на пол. Удала! Блин, как бы она мне все не снесла. Так, давайте заканчивать. То есть цель вернуть человека к себе и забьет родник вашей силы. Забьет родник вашей силы. Следующее. И вот когда вы это очистили, уже надо встраивать новые навыки. Понимаете, как в Евангелии не наливают ветхие мехи, а вино молодое. Иди сюда, с тобой смотри дольше. Не наливают. То есть, чтобы вас качнуть, мои любимые, вы должны сначала исцелиться. Ну, смотрите, если я прихожу в спортзал с поломанными ногами, там что-то у меня болит, мне тренер скажет, слушай, иди сначала пролечись, потом я буду с тобой заниматься. То есть, по сути, чтобы заниматься духовной психологической самообороной от нарциссов-токсов, строить границы, вы должны быть в ресурсе. Этим занимается психотерапия. Помогает встроить навыки коучинг, ну и там некоторые вещи из психологии. То есть, по сути, вам потом нужно просто встроить новые навыки. Новые навыки психологической защиты. Сила есть, вы встраиваете навыки. Ну, в принципе, все. Да, для женщин особенно, все-таки большая часть моих клиентов это женщины, хотя с мужчинами тоже люблю работать. Слышать себя, свои циклы, свои переходы, свои трансформации. В ПМС у многих падает эмоциональный фон. Период горевания, период затиши, период расцвета. То есть, женщина, она похожа женской энергии. Зима, весна, лето, осень. Вот эти циклы нужно просто себя слушать и понимать, что в какой-то момент я лучше вообще не буду контактировать с нарцем, а в какой-то момент мне окей, а в какой-то момент я даже хочу проверить, как я качнула суперсилу. Мы тоже находимся в разных циклах. Вот, если вам нужна помощь проводника в изменениях, можете прийти ко мне в программу или найти себе какого-то проводника, кому вы доверяете. Моя программа по прокачке суперсилы, это мое любимое детище. Там в декабре где-то я ее выпустила, там уже народ вписался. Под видео я оставлю подробное описание этой программы. В принципе, вкратце, что я сказала, мы там делаем. Посмотрите, хотите, приходите ко мне, не хотите, идите кому-то другому. Так, ну вот и все. Ваши комментарии, желания и да пребудет с вами сила. Не ждите чудо, друзья мои. Чудите сами. И пребудет с вами сила. Субтитры сделал DimaTorzok